Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». О работе профсоюзных организаций предлагаю поговорить сегодня. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь к нам. Жанна Григорьевна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов. В 1998 году окончила Гомельский техникум железнодорожного транспорта. В 2009 году Белорусский государственный университет транспорта по специальности экономика и организации производства. С 1998 по 2012 год работала главным специалистом отдела культуры Гомельского горосполкома. Затем на протяжении трех лет возглавляла организационный отдел Гомельского областного объединения профсоюзов. На нынешней должности с 2015 года. На вопросы, которые касаются деятельности профсоюзов прямо сейчас, можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Жанна Григорьевна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И начать наш сегодняшний диалог я предлагаю с короткого анонса событий этой недели. На этой неделе в регионе пройдут торжества в честь праздника труда и 115-летия профсоюзного движения Беларуси. Во вторник, 30 апреля, их откроет чествование представителей трудовых династий и победителей областного смотра конкурса профессионального мастерства «Гомельский мастер-2019». Следующий пункт праздничной программы – торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные празднику труда. В рамках мероприятия пройдет вручение свидетельств о занесении на доску почета Гомельской области. 1 мая шествие «Парад профессий» с участием представителей трудовых коллективов пройдет от Площади Победы до Площади Восстания. Старт в 12 часов. В 12.20 на сценической площадке на Площади Восстания начнется праздничный концерт. 1 и 3 мая в Ельском и Жлобинском районах пройдут этапы акции Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира «Славим человека мирного труда». С ее начала более 500 лучших представителей различных профессий из 16 районов получили благодарственные письма и памятные подарки. К другим событиям недели. 29 и 30 апреля в Брагинском районе пройдут международные учения по прогнозированию и тушению пожаров в природных экосистемах. 30 апреля в Гомельском ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия хоккейного сезона с участием команд экстралиги, высшей лиги и юношеских команд «Дюж» хоккейного клуба «Гомель». В четверг 2 мая в Гомеле пройдет республиканская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Спикеры представят доклады о важнейших событиях Великой Отечественной войны. Особое внимание будет уделено периодам, связанным с оккупацией, партизанским и подпольным движениями. В субботу 4 мая на Аллее Героев в Гомеле пройдет торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Торжества продолжат собрание и праздничный концерт в областном общественно-культурном центре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в этом году будет особенно масштабным праздник, как никогда ранее. Конечно. И, конечно, первомайские мероприятия более пройдут масштабные. Но из элементов новизны состоится парад профессий, который 1 мая в 12 часов от Площади Победы пройдет красиво шествием колонной с участием трудовых коллективов, представляющих порядка 35 профессий, представят наши предприятия. Более 50 предприятий участвуют в данном шествии. Шествие проследует на Площадь Восстания. На Площади Восстания состоится концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов наших предприятий, с участием победителей областного, республиканского туров, новые имена, трудовые таланты, с участием творческих коллективов наших школ искусств города, дворцов культуры. Поэтому всех очень радушно приглашаем. В этот раз мы задействуем и набережную с участием наших профсоюзных школ. Будет организована на набережной концертно-развлекательная спортивная программа с 12 до 15 часов с участием спортивных профсоюзных школ. Водная регата с профсоюзными флагами, легкоатлетический пробег, соревнования по 10 видам спорта. Ну и наша традиционная площадка летняя эстрада с 12 до 16 часов. Она уже, вы знаете, стала такой, я не знаю, полюбившейся гмельчанами, трудовыми коллективами. Она уже ассоциируется, да? Местом встреч, где можно... С профсоюзным движением. Ветераны профсоюзного движения, трудовые коллективы приходят на эту площадку. Поэтому я радушно всех приглашаю, горожан, гостей нашего города, выбрать и территориальные, и озвученные мероприятия. Все те мероприятия, которые уже заявлены в афишах, и поучаствовать 1 мая со своими семьями, с хорошим настроением. Будем полагать, что погода будет хорошая. И радушно всех приглашаю. День будет насыщенный, яркий. Но кроме гуляния, ко дню 1 мая обычно приурочено награждение лучших в профессии, трудовых коллективах, профессиональных династий. Наверное, пока вы мне всю интригу не раскроете, раскроете только завтра для журналистов нашей компании. Ну и хочу еще большое сказать спасибо нашим социальным партнерам, вашей телерадиокомпании, бессменные, постоянные участники, которые освещают нашу профсоюзную жизнь в различных сферах. Завтра тоже будет мероприятие в Доме профсоюзов. Мы будем чествовать представителей трудовых династий. 14 представителей трудовых династий, которые представляют различные отрасли экономики. С вековыми историями. Династия трудовое образование. 540 лет. 540 лет? 540 лет. И это задокументировано, что 500 лет назад пра-пра-пра был учителем. Да. Потрясающая история. Вкладывают частичку своей души, свою профессию и передают от отца к сыну, от матери к дочери. Очень много будет представлено династий из поколения в поколение. Мы гордимся. Мы это мероприятие делаем вот так широко масштабно впервые. Конечно, будем подводить итоги областного конкурса профессионального мастерства «Гомельский мастер». Мы его немножечко разделили. 30 числа мы будем делать это в своем собственном здании в Доме профсоюзов. И 1 мая после парада профессий, после шествия на центральной площадке, на площади восстания, 15 гомельских мастеров, представляющие 20 профессий различные. И повар, и столер, и государственные служащие, которым будет выручен нагрудный знак «Гомельский мастер», сертификат денежный, нет равнодушных людей к оценке своего труда. И профсоюзы во все времена прославляли труженика, обычного труженика, человека труда. Это правильно. Завтра мы узнаем все подробности и узнаем о героях ваших мероприятий. А вообще последние дни такие достаточно насыщенные для профсоюзов. Недавно вы побывали в районах, которые пострадали в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС с благотворительной акцией. Почему сейчас, уже спустя три десятилетия, все равно этому уделяете внимание, и эта акция не теряет актуальности для вас? Вы знаете, что ежегодно и уже на протяжении 11 лет профсоюзы проявляют такую профсоюзную солидарность и поддерживают районы, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году мы выбрали Чечерск. Мы избирательно подходим. В прошлом году это был Брагин, Хойник, Кеветка и так далее. То есть в каждый район, в каждый год мы стараемся уделить должное внимание. Профсоюзы проявляют свою профсоюзную солидарность. Мы аккумулируем денежные средства, выбираем совместно с исполнительной властью, совместно с пожеланиями руководителей предприятий и учреждений, выбирая такие социально значимые объекты и направляются туда денежные средства, дабы поддержать учреждения. Ну, к примеру тому. В этот раз для городского стадиона Чечерска мы приобрели кабинки для запасных игроков. Очень надеемся, что исполнительная власть, и мы еще, наверное, в будущем приедем в город и тоже еще какую-то свою лепту, частичку тоже внесем в этот стадион. И очень будет приятно, когда там будет тренироваться футбол, будут результаты. Для Центра территориального обслуживания мы приобрели 4 велосипеда. Знакомясь с этим учреждением, мы узнали, что обслуживает центр 81 населенный пункт. Соответственно, вот в этой адресной социальной поддержке сейчас людям пожилого возраста будет гораздо быстрее доставлена эта адресная социальная поддержка на велосипеде, если бы работник соцслужбы шел, как бы говорится, ногами. Мы приобрели для больницы сестринского ухода холодильник, который находится там, постояльцев. Ну, можно еще перечислять, какие объекты мы посещали, поддержали. В общем денежном выражении мы направили туда 7 тысяч рублей. Федерация профсоюзов Беларуси, она уже является тоже постоянным участником данной благотворительной акции, но она шефствует над Наравлянским районами. Как только закончатся мероприятия 1-9 мая, мы тоже очень активно участвуем в праздничных мероприятиях по 9 мая. Делегация Федерации профсоюзов Беларуси подсидит Наравлянский район, ну, с такой же целью тоже уделит внимание и району, и социально значимым объектам этого района. Несколько лет назад появилась детская площадка в Наравле. Благодаря Федерации профсоюзов в этом году тоже, я так думаю, что поедете не с пустыми руками. Детская площадка, детский городок. Ну, вот, в общем-то, наши коллеги, посоветовавшись тоже с администрацией, с исполнительной властью Наравлянского района, думаю, договорятся. Это тоже будет что-то серьезное и значимое, которое позволит всем наравлянцам пользоваться, пользоваться объектами. Ну, не только о праздниках сегодня будем говорить, и о более прозаических вопросах, но чуть попозже. В Гомельской области в профсоюзах около полумиллиона человек. Да, как я? Правильно я говорю? Ну, сегодня мы по-прежнему заявляем, что мы самая массовая общественная организация. Это нас порядка 600 тысяч членов профсоюзов. Это 3300 первичных профсоюзных организаций. Если говорить, за 2016 год, за 2016 года по сегодняшнее время идет модернизация. Как и в экономике, как и в стране проходят модернизационные процессы, так это коснулось и профсоюзной деятельности. Если бы мы с вами встретились в 2016 году, отраслевых профсоюзов было 28. Сегодня нас 15. Это никоим образом не говорит, что отдельные отрасли куда-то исчезли. Нет, мы просто укрупнились. Это коснулось и отраслей образования, отраслей леса, торговли, потребка операций. То есть близкие какие-то по сферам деятельности профсоюзы объединились? Объединились. Ну, например, была легкая промышленность и тяжелая промышленность. Сегодня это один большой профсоюз с общей численностью порядка 50 тысяч членов профсоюза. Он укрупнился и сегодня он имеет название Белпрофмаш. А самый массовый? По численности, наверное. Да, по численности. Ну, я бы выделила, наверное, пятерку из всех. Это, конечно, по численности представляет профсоюз агропромышленного комплекса, 81 тысяча членов профсоюза, 460 первичных организаций. Второе место у нас занимает профсоюз образования и науки, 1200 первичных организаций, 80 тысяч членов профсоюза. Третье занимает почетное место медицинские работники. Значит, четвертое место Белпрофмаш, про которое я говорила. Ну, и в пятерку составляет химическая горно-нефтяная отрасль и промышленность. 35 тысяч человек. То есть 15 отраслей, 600 тысяч членов профсоюза. Ну, и нами продолжена работа по созданию первичных профсоюзных организаций. Мы более активно с 2015 года и по 2019 год уже создали 180 новых первичных профсоюзных организаций на территории города Гомеля и Гомельской области. А как вы считаете, какими вопросами должен заниматься профсоюзный комитет? Мы поинтересовались мнением людей на улицах. Давайте узнаем, как они отвечали. Защита, наверное, на работников. А как им еще? Защита от кого? Ну, как защита от кого? Наверное, от начальства. Какие-то права их защищать. Там, я не знаю, при увольнении, при еще каких-то обстоятельствах. Профсоюз должен выступать посредником между нанимателем и работниками в решении каких-то острых злободневных вопросов. У вас такие вопросы возникали? Нет. Все время доводилось решать вопросы самостоятельно с нанимателем. Защита работников от произвола. А еще? По-моему, хватит. Наверное, профсоюз должен защищать первым делом права работников и отстаивать их у начальства даже. Вот вы не того человека, скорее всего, спросили. Я не знаю, для чего нужен профсоюз. Видимо, защищать права работников. Людскими вопросами, те, которые касаются их, людей, семьях, которые живут, по-моему, так. Есть семьи, которым не может никто помочь. И надо им найти выход и помогать. Я не знаю. Не доводилось, потому что работала в основном на частной организации. Муж работает, я понаслышке знаю, как бы так. Вообще защита прав трудящихся, в первую очередь. Коллективные договора. И это самое главное. И любые обращения все-таки трудящихся в профсоюзный комитет должны быть рассмотрены. Ни один не должен оставаться в стороне от этих проблем, которые возникают иногда в трудовых коллективах и в частности у каждого рабочего. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о работе профсоюзных организаций. Жанна Григорьевна, какова сегодня роль профсоюзов в современной общественной жизни? Я вернусь к нашим уставным целям и задачам. Согласно нашему уставу, профсоюзы нацелены на защиту трудовых прав и социально-экономических интересов работников. Что это предполагает? Что такое защита прав? От кого? Каким образом их защищать? В сюжете прозвучали разные мнения. Вот интересно, мне очень понравилось. Разные мнения, но в большинстве своем ответов люди знают, для чего нужна профсоюзная организация. Защита трудовых прав. От кого? Что защищать? Первое. Я хочу сказать, что мы работаем по отраслевому принципу. У каждого отраслевого комитета у нас есть главный правовой инспектор труда. Их 12. И один правовой инспектор труда в областном объединении, который готов отстаивать права и интересы работников, если наниматель допустил отдельное нарушение, касается человека труда, члена профсоюза. Ну, к примеру того. Не так уволили, не своевременно рассчитали, не обоснованно перевели. Если был процесс сокращения, сократили не в соответствии с трудовым кодексом и так далее. Но профсоюз, мы всегда рассматриваем руководителя предприятия, учреждения, организации, как нашего партнера. Это наш социальный партнер. Мы всегда пытаемся договориться. Договориться. Если нарушены права человека, ну вот элементарно, возьмем, я не знаю, любое учреждение, то человек вправе обратиться к председателю правкома, объяснить, что вот здесь я считаю, что неправ. И мы уверены и убеждены о том, что профсоюзный лидер сумеет отстоять права работника, сумеет объяснить своему нанимателю, что вот здесь неправ. Вот здесь не так мы не своевременно дали, например, работнику уведомление о том, что завтра будет прекращен контракт. Опять-таки руководствуемся коллективным договором, а что же там прописано. И в большинстве случаев нам удается договориться. Председатель правкома со своим руководителем, с нанимателем договаривается. И десятки таких есть случаев, которые, то есть нету прецедента. Но есть прецеденты, где наниматель занимает свою позицию, что он прав. Тогда мы готовим процессуальные документы, идем с исковым заявлением и отстаивая интересы работников в суде. Ну, к примеру того, за 2018 год было восстановлено на работу всего в судах 23 человека. Из них 14 восстановили профсоюзы. 14 незаконно уволенных. Вернули вот эти 14 человекам 20 тысяч рублей. Ну, а если говорить языком цифр, то вообще за 2018 год было возвращено 260 тысяч рублей незаконно удержанных. Я считаю, что вот за этими цифрами стоят человеческие судьбы истории семьи. Незаконно удержанных – это какие-то выплаты, которые… Ну, например, заработную плату, получили заработную плату, смотрим свой расчетный лист, и уже даже работник понимает, что какое-то положение о примировании либо об оплате труда было использовано не так. И опять-таки, если не удалось договориться и решить вопрос внутри коллектива, тогда мы идем отстаивать интересы работников в суде. Берем, соответственно, нормативные документы и просчитываем, что да, действительно, здесь было несправедливо, незаконно, и возвращают человеку. В том числе есть у нас очень много случаев, когда компенсируют и материальный ущерб, и моральный вред. Действовать вы рекомендуете через своего представителя, своей организации профсоюзной, да? Председатель правкома. И идти напрямую в Дом профсоюзов, искать отраслевую организацию, «Здравствуйте, с такого-то предприятия, такая-то такая ситуация». Ну, я для наших телезрителей, для слушателей хочу еще раз акцентировать внимание, что профсоюзный лидер, председатель правкома и наша уставная деятельность нацелена на защиту трудовых прав. Если нарушены ваши права, вы обращаетесь к председателю правкома своего учреждения, своей организации и пытаетесь найти решение данного вопроса. Если председатель правкома, ну, вдруг вас не поддержал, ну, вдруг принял сторону нанимателя. Поэтому, если это учреждение относится, ну, например, к образованию, в образовании есть главный правовой инспектор труда, обращаетесь с заявлением, рассказываете свою историю, и мы готовы участвовать в проблеме каждого конкретного человека. Безусловно, мы нацелены на решение в пользу работника, если его права были нарушены. Я напоминаю, что мы готовы сегодня ответить на ваши вопросы 340-043. Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь. Ну, мне кажется, что, коль уж человек отправляется искать защиты, то, наверное, ситуация зашла для него слишком далеко. Вот как вы действуете в конфликтах с нанимателями, если они возникают? Или наниматели лояльны к профсоюзам? Ну, вот немножко мы возвращаемся к предыдущему разговору, когда, ну, уже не удалось договориться и внутри коллектива, и наниматель занимает свою жесткую позицию, что я уволил, все выплатил своевременно, я прав. Хотя мы уже заранее говорили о том, что, ну, вот здесь, наверное, кадровые службы, несколько вас, Иван Иванович, вот, ну, подвели. Вот здесь будет... Мы уже оцениваем ситуацию и видим, что будет правда на стороне работника. Наниматель по-прежнему занимает свою категорическую позицию. Мы готовим процессуальные документы, участвуем в процессе, выигрываем суд. Поэтому на всех уровнях мы еще раз обращаем внимание и кадровых служб. Очень много проводится семинаров и по повышению правовой грамотности. Но если говорить по обращениям, которые обращаются в профсоюз, заявления с разъяснением, они все равно связаны с нарушением трудового законодательства. Ну, в процентном соотношении 75% приходится обращение трудящихся, связанное с нарушением трудового законодательства. Я думаю, что в любой ситуации лучше договориться мирным путем, не доводя дело до суда. Так будет выгоднее для всех сторон конфликта. Мы всегда за конструктивный, за социальный диалог, который должен возникать между работником и между нанимателем. Продолжим эту тему. Жанна Григорьевна, сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который наши корреспонденты сняли на нескольких предприятиях и учреждениях Гомеля. Предприятие «Водоканал» в Гомеле – одно из старейших. Его создали почти на 10 лет раньше, чем в городе появились первые профсоюзы. Сегодня о более чем вековой истории здесь помнят, однако о каком-либо лидерстве даже не говорят. Администрация и профсоюзный комитет настолько близкие социальные партнеры, что о каком-то даже теоретическом противостоянии не может идти и речи. Один из результатов такой совместной работы – получаемая премией Федерации профсоюзов Беларуси в области труда за высокие достижения в социально-экономическом развитии. О самих достижениях можно судить всего по одной цифре. Средняя зарплата на Гомель-Водоканале составляет 904 рубля. Это выше средней зарплаты в коммунальном хозяйстве региона. Впрочем, когда речь идет о социальном партнерстве, не все измеряется рублями. Все социальные выплаты – это через профсоюз. Потом всякие мероприятия – это профсоюз. Спортивные, художественные самодеятельности, выезд на отдых всем коллективам. У нас стала традицией выезжать на отдых в свое дочернее предприятие «Кача». Это весной, осенью мы там проводим свои день здоровья. Спортивные проводим там мероприятия. И отдыхаем всем коллективам. Это очень сплачивает. Сфера общих интересов – охрана труда. Сегодня на Гомель-Водоканале работают представители более чем 60 специальностей. И все они должны вернуться домой живыми и здоровыми. Руководствуясь этой аксиомой, социальные партнеры создали учебный центр для тренировок слесарей аварийно-восстановительных работ. Именно эти люди первыми спускаются в колодцы, в которых могут содержаться отравляющие газы. Летом прошлого года именно по этой причине в одном из райцентров Гомельской области погиб работник местного водоканала. Через несколько минут после завершения учебы аварийная бригада выезжает на очередной вызов. Для того, чтобы успешно выполнить свою работу и вернуться здоровыми. Хотя только охрана и труда сфера интересов профсоюзов не ограничивается. Большое внимание уделяется детям работников предприятия. От проведения акции «Соберем портфель первокласснику» до приобретения путевок в детский реабилитационно-оздоровительный центр. У нас очень хороший коллектив, слаженный, дружный. И даже у наших работников случались трудные жизненные ситуации, болезнь ребенка. Даже оказывалась помощь не только средств предприятия или профсоюзного бюджета, но и работники сами лично в этом участвовали. И собирали мы эти денежные средства. И вот два года подряд у нас есть такой один ребенок. Ему делали операцию. Ну, ребенок пошел на улучшение. Своим дружным коллективом, все работники которого также являются членами профсоюза, гордятся и в 12-й Гомельской средней школе. Это одно из старейших учебных заведений Гомеля. Оно было открыто еще в 1938 году. В 1955-м именно эту школу окончил будущий член-корреспондент Национальной академии наук Анатолий Ковалев. А в 1971-м золотой медалью политик Сергей Сидорский. Два года назад – Олимпийская надежда школы, победитель чемпионата страны и Кубка Европы под дзюдо Егор Трухан. Впрочем, гордятся здесь не только своими выпускниками. Это учебное заведение было одним из первых, где стали создавать условия не только для работы, но и для отдыха своих сотрудников. Это сегодня. Прийти в свободное время в комнату отдыха во многих школах считается вполне привычным делом. А еще несколько лет назад для работников, даже для элементарного выпить чая, места не было. Проект реализовали совместными усилиями администрации школы и первичной профсоюзной организации. Совместными усилиями в 2012 году была обустроена комната отдыха и приема пищи. 3.0, которая на сегодняшний момент пользуется широким спросом, скажем так, большим спросом среди работников школы. Сюда были приобретены холодильник, микроволновая печь, электрочайники, шкафчики с посудой. Также был обустроен рабочий уголок, где можно распечатать материалы для уроков и униклассных мероприятий. Так называемый внутренний дворик 12-й Гомельской средней школы. С одной стороны здание постройки 60-х, с другой – годы основания учреждения 1938-го. Здесь любят поиграть в спортивные игры как первоклассники, так и учащиеся более старших классов. В профсоюзном комитете такие занятия на свежем воздухе приветствуют. В конце концов, это одна из задач организации – пропаганда здорового образа жизни. Наряду с защитой интересов, все в без исключения работников учреждения. На самом деле, профсоюзная организация стоит на стороне работника. Будь то работник – обычный рядовой учитель, либо обычная техничка, либо это, опять-таки, руководитель школы, который тоже не выделяется в отдельную когорту, а является таким же работником и обладает такими же правами, как и все, кто является членом вот такого нашего отраслевого профсоюза работников образования. Этот рабочий день в средней школе номер 12 города Гомеля завершается собранием учителей. Необходимо обсудить не только профессиональные планы на ближайшее время, но и профсоюзные дела. В конце апреля – день рождения у бывшего работника школы, участницы Великой Отечественной войны Марии Злотниковой. В этот день к ней обязательно придут представители учебного учреждения. Это уже традиция. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская. Жанна Григорьевна, идеального, наверное, ничего в человеческих отношениях, а значит и в трудовых, не бывает. Но есть примеры, к которым стоит стремиться. Как должна быть налажена работа первичной профсоюзной организации? Ну, Ольга, из сюжета было видно, что эта работа охвачивает все сферы, все направления, начиная от охраны труда, от оплаты труда и заканчивая таким сплачиваемым коллективом, которые и культурно-массовые, и спортивные мероприятия. Я хочу особо подчеркнуть, что я назвала в начале нашей программы, что у нас 3300 первичных профсоюзных организаций, и лишь только 5,6% на платной основе получает заработную плату за свою работу. Остальные все люди, все лидеры первичных профсоюзных организаций – это общественники. Выполняет свою основную работу качественно и еще профсоюзную работу. И пользуясь случаем… Да, в которой столько направлений. Столько направлений. И пользуясь случаем, я хочу выразить слова благодарности всем, всем, кто работает председателем профсоюзного комитета на общественных началах. Потому что есть в коллективных договорах, где даже не предусмотрено какое-то поощрение. То есть человеческое спасибо. Поэтому хочется поблагодарить всех председателей правкома, которые, выполняя свою основную работу, еще и профсоюзные работы, тоже делают это достойно, отстаивают интересы, права своих трудящихся, своих членов трудового коллектива. Я считаю, что очень правильно, что в числе приоритетных вопросов сегодня у профсоюзов охрана труда, потому что человек вправе рассчитывать на безопасные, комфортные для него условия труда, знать, что ему ничего не угрожает его здоровью, что он каждый день вернется домой, к своей семье. Без какого-то риска он будет выполнять свои профессиональные обязанности. Эти условия должны быть гарантированы ему. И сегодня профсоюзы берут эту роль и эту ответственность очень во многом на себя. Какие отрасли у нас в нашем производстве самые травмоопасные сегодня, как показывает статистика? Я полностью с вами соглашусь о том, что работник, ушедший на работу, здоровым должен и вернуться в семью здоровым. Здоровый работник, счастливый работник – это как формула. Поэтому наниматель обязан создавать безопасные условия труда, но работник должен их неукоснительно выполнять. Вы спросили, про какие отрасли травмоопасные. Но сегодня это отрасль, это строительство, это агропромышленный комплекс, это лесное хозяйство, это частный бизнес. Частный бизнес. И если анализировать гибель этих людей, какие причинны, фактор, то человеческий фактор. Человеческий фактор. Профсоюзы участвуют в охране труда. Это есть мощный институт, который создан на территории Гомельской области. 12 тысяч общественных инспекторов. Общественный инспектор имеет право вынести рекомендацию. Но что должен делать общественный инспектор? В первую очередь, не нарушать сам. Не нарушать. Есть инструкция, есть установленные правила по технике безопасности. Если нельзя, то это нельзя. И, естественно, остановить своего товарища. Если ты видишь, что здесь нужно сделать было в перчатках, которые по технике безопасности должны быть, с изоляцией, то есть они должны быть. Ну, товарища остановить, это я еще поверю, что это еще реально. А вот как обратиться к нанимателю, который не обеспечивает должные условия? Какие здесь полномочия у общественного инспектора? Как он должен действовать? Профсоюзы наделены, согласно указу президента Республики Беларусь, общественным контролем, согласно указу 240-му, общественный контроль. И если профсоюз приходит с проверкой, он выносит предписание. Наниматель обязан его неукоснительно выполнить. Если это мониторинг, это рекомендации. А здесь обязан наниматель. Ну, я думаю, наниматели понимают степень ответственности, когда, не дай бог, это будет гибель работника, какие последствия за этим стоят. Да, на самом деле. И насколько я знаю, что как раз по вине нанимателя не установлено несчастных случаев, в результате которых произошла бы гибель работника. Это как раз очень часто правилами безопасности пренебрегают сами работники. Сами работники – человеческий фактор. Поэтому мы же все думаем, что вот так проходило, вот так же я делал 10 раз, ну, наверное, в 11-й. 11-й раз, к сожалению, не прошел. Поэтому самое главное – это, конечно, даже если говорить по работе, то охрана труда. Жанна Григорьевна, есть несколько вопросов, которые пришли к нам на Вайбер. Давайте уделим им внимание. Есть ли, на Ваш взгляд, различия в работе профсоюзной организации предприятий на селе и в городе? Ну, наверное, если то, что мы видели в сюжете, тут все-таки в городе немного попроще, и в большом коллективе попроще, и на производстве с определенной возможностью зарабатывать деньги тоже попроще. Ну, конечно, каждое предприятие, оно индивидуально. Оно разный трудовой коллектив, разные возможности предприятия. Исходя из этого и строится коллективный договор. Это местная конституция, которая позволяет выполнять нанимателю свои обязанности, работникам свои обязанности. Что касается в городе, можно, вы знаете, здесь можно не согласиться. Есть столько интересных форм работы, где на селе, здесь мы, горожане, они с вами немножко избалованы есть определенными вещами. А люди с районов, они тоже очень инициативны, они тоже интересные, предлагают мероприятия. Вот как был сюжет на Водоканале, и культурно-массовый, и спортивный, они же сплачивают коллектив. Безусловно, должна быть и охрана труда, и защита трудовых прав, и оплата труда. Но есть мероприятия, которые нас с вами сплачивают. Мы не так часто имеем возможность просто вне работы пообщаться. Очень примеры есть работы, первичных профсоюзных организаций. Мы даже проводим конкурсы первичных профсоюзных организаций вот с 2016 года по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси. Эти конкурсы вышли на региональный уровень. То есть в нашей структуре есть районное объединение профсоюзов, которые проводят конкурсы среди первичных профсоюзных организаций. Возьмем, например, Гомельский район. Есть свое положение. И сам уже руководитель районного объединения И распределяет категории. Они, конечно, по численности тоже не могут конкурировать между собой предприятия, например, «Беларусьнефть» и «Яслиса», там, «Солнышко». Это разные совершенно возможности. И оценивают. То есть есть критерии у данного конкурса. Там оценивается и охват профсоюзным членством, и коллективный договор, и социальные льготы, и как работают с ветеранами, как работают с молодежью, а было ли травматизм, и как поощряются общественные инспекторы. Где самые лучшие первички? Первичные организации, ну, я бы выделила образование, культура. Есть очень интересная форма работы в государственных учреждениях. Образование и культура – это вне конкуренции, потому что люди, во-первых, ответственные, во-вторых, умеющие создавать праздник и другим. Ну, отрасли местной промышленности, хочу их отметить. Вы знаете, что, наверное, было бы тоже неправильно выделять, может быть, отдельные отрасли, потому что везде нацелены на результат, везде председатели правкома совместно со своими нанимателями стараются и делают хорошо для трудящихся разного рода мероприятий. Жанна Григорьевна, время неумолимо. Я бы хотела очень важный вопрос успеть задать, который касается коллективных договоров. Если есть профсоюзная организация, соответственно, есть коллективный договор. Какие нормы этот документ обязательно должен в себе содержать? Ну, коллективный договор – это, опять-таки, местная конституция, которая регулирует взаимоотношения между работником и между нанимателем. И у каждой из сторон есть свои обязательства. И нельзя сказать, что он должен содержать что-то обязательное, а что-то необязательное. Коллективный договор – это тот документ, который позволяет потом в будущем и идти в суд отстаивать работника. Мы проводим, прежде чем, конечно, там, где есть первичная организация, мы нацелены на то, чтобы заключить коллективный договор. Есть макет коллективного договора, он проходит экспертизу, мы стараемся участвовать как областное объединение, а так отраслевые комитеты участвуют в экспертизе коллективного договора. А нарушения находятся? Вы знаете, что находятся? А чего они касаются? Есть единичные случаи, которые, к счастью, есть единичные случаи, которые идут в разрез даже трудового законодательства. Например? Ну, прописано увольнение, как по соглашению сторон должна быть выдержана норма. Ну, а вдруг, в общем-то, не получилось выдержать эту процедуру. Есть некорректное изложение отдельных пунктов, которые отражаются, но на оплате труда. Есть ссылка даже на устаревшие документы, они тоже как бы действуют. И на постоянной основе, и отраслевыми комитетами, и областным объединением на постоянной основе проводится мониторинг отраслей. Ну, вот, вы не так давно тоже освещали работу заседания президиума, где мы рассматривали отрасль леса и природопользования. Отметить эту отрасль можно как положительную, но все же возникли вопросы с индексацией по заработной плате. Вот, ну, в общем, такая работа проводится по оценке норм коллективного договора. Спасибо большое. У нас есть на Вайбере вопрос, который касается создания профсоюзной организации в частном предприятии. Мы вам обязательно ответим. А сейчас я вас благодарю, Жанна Григорьевна, за сегодняшний диалог. Спасибо, Ольга, это было интересно. И с наступающим праздником. Спасибо большое. Я хочу тоже всех поздравить с наступающим праздником, с 1 маем. Пусть в ваших семьях будет мир, благополучие, добро, здоровье и хорошее настроение. И ваш труд был всегда оценен внутри вашего коллектива, внутри, на уровне города, на уровне области, на уровне республики. Спасибо. Это был диалог с заместителем председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанны Гатальской. Спасибо вам за внимание и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»